И сейчас у нас уже новый спикер на подходе. Это также компания, которая занимается автоматизацией HR-процессов. Это компания-партнер компании WebSoft, компания GMCS и спикер Сергей Сафонов. Сергей, пожалуйста, выходите в эфир, мы вас выпустим, ждем вас. Сергей, рады вас приветствовать, увидим вас. Взаимно, коллеги, добрый день. Слышно меня? Да, отлично. Супер. Сергей, вам слово, начинайте. Так, а я сам могу здесь, да, переключать презентацию? Вы можете листать слайды и показывать презентацию. Да, все вижу. Коллеги, всем доброго дня. Рад поучаствовать в данном мероприятии. Давайте я представлюсь кратенько. Сергей Сафонов, директор комплексных HR-решений компании GMCS. В автоматизации, наверное, HR-процессов я уже, как бы, опыт приближается к 20 годам. В начале это достаточно плотные проекты, связанные с автоматизацией зарплаты и кадров. Вот, ну, чем дальше, тем все интереснее и управление персоналом. Представляю компанию GMCS, одна из ведущих компаний российского IT-рынка. Нам в 25 плюс уже лет, как мы на рынке, более 500 специалистов, более 1000 проектов. Вот, ну, такое кратенькое вступление. А теперь, собственно говоря, к нашему основному повествованию, да. О чем хотел вообще сегодня поговорить? Здесь, безусловно, большое количество экспертов, уважаемых, с большим опытом. Но, так скажем, созерцая все, что происходит, накопились некие мысли. Может быть, немного буду повторяться с коллегами, но все-таки спасибо, что дали слово. Поговорим мы о теме автоматизации процессов и выбора системы. И, наверное, в том числе с точки зрения такого, с критического взгляда, да, как, на наш взгляд, может быть, не стоит делать или какие-то подходы немного подкорректировать, да. Хочу сразу предупредить, что все, что услышите, это исключительно мое мнение, да, там, все совпадения с реальной жизнью, просьба считать моим вымыслом, но все-таки выскажусь, да. Помимо экспертов, все-таки здесь присутствуют, наверное, люди, которые только, которым предстоит выбор системы, предстоит проект по автоматизации, возможно, вы для себя все-таки что-то полезное почерпнете. Давайте перейдем к лозунгам, вот, которые почему-то, как мне кажется, моментами стали то ли забываться, то ли, не знаю, как-то игнорироваться, потому что как-то с периодической, периодически с ними приходится работать. Типовые ошибки при выборе, да, озвучил, озаглавил я так этот слайд. Пойдем, наверное, может быть, это не первое в рейтинге, да, но все-таки присутствующее. Мы подготовили опросник на 150-300 строк, в котором рассылаем подрядчикам вопросы о том, покрывает ли функциональность системы наши потребности. Да, нет. На мой взгляд, это, наверное, не совсем оптимальный инструмент именно для полноценной оценки проекта и для полноценной оценки соответствия системы вашим потребностям. Потому что строчка вопросники «Присутствует ли функциональность оценки цели, оценки KPI?» на нее практически все ответят «Да» или «Да» с ограничениями, да. И эта строчка не показывает всей боли, всей сложности, которая может быть в вашем процессе. И даже если вы сделаете этот опросник достаточно большим, как кажется, на 150-300 строк, все его, конечно же, заполнят, но, как показывает практика, риск допустить серьезный просчет и в выборе системы, только опираясь на опросник, и в оценке проекта она достаточно существенна. Поэтому, наверное, это все будет лейтмотивом таким здесь, если у вас сложные процессы. Если вы исповедуете индивидуальный подход к автоматизации, вы не готовы адаптироваться под возможности системы, то просьба, наверное, все-таки вложиться и подготовить детальные функциональные требования, желательно с описанием процессов. Вот. Второй схожий вариант, наверное, он тоже перекликается с первым, это ответ зачастую «у нас все стандартно». Да, у нас все стандартно. Что здесь хочется сказать? Область управления персоналом все-таки это не область зарплаты и кадров, где достаточно большой объем подлежащей автоматизации, он серьезно регламентирован нашим законодательством. И шаг вправо, шаг влево, он там в принципе недопустим. Здесь же процессы, они допускают достаточно большую вариативность и допускают достаточно большие возможности в творческом подходе к их конструированию. Поэтому здесь также хочется сказать следующее, что если вы отвечаете все стандартно, да, есть достаточно большой риск, что ваши оппоненты в голове будут держать абсолютно какой-то свой стандарт. И в итоге риск того, что об общей цели вы думаете по-разному. Третий пункт, это, наверное, на удивление, он безусловно важный. Это, я назову его все-таки слепое исследование модным трендом и очень красивые картинки, да, когда на первое место во главу угла ставится выбор по визуальной составляющей платформы. Но она занимает, как бы этот критерий является превалирующим при выборе. Это, на мой взгляд, опасная история, опять, наверное, ну не для всех компаний, а именно для компаний, у которых все-таки в багаже достаточно сложные процессы, компании, которые динамически пересматривают свои процессы и даже динамически, точнее, постоянно могут пересматривать подходы к интерфейсу. Это тоже достаточно опасная история выбрать, оперируя только красивыми картинками, скажем так. И, как ни странно, за последние полтора-два года даже в крупных компаниях, даже в моей практике уже четыре проекта, которые либо был вот такой порыв, да, люди закрыли глаза на функциональные возможности, показалось, очень поверхностно их посмотрели, ну, обаяли их красоты систем, и в результате это закончилось достаточно либо плачевно, либо проекты до сих пор идут, либо один из проектов, это один цикл процесса был пройден, и на текущий момент компания находится в новой стадии поиска подрядчика. Четвертое – это у некоторых прям тренд хождение в облако. Облако – это здорово, это тоже хорошо, это, наверное, пересекается с следованием моментами трендом, но здесь также, пожалуйста, необходимо взвесить все свои потребности в части безопасности, в части необходимости хотя бы малейшим образом кастомизировать систему желания, потому что облако – это отлично в том случае, если вы готовы адаптировать свои процессы под облако. Но если у вас есть даже минимальные какие-то риски того, что вам потребуется, чтобы облако адаптировалось под вас, то здесь нужно, наверное, прям очень серьезно все взвешивать, потому что не так много платформ облачных, которые позволяют глубоко провести какую-то модернизацию, расширение функциональности. Поэтому облако – это все-таки в том случае, если вы прям готовы подстраиваться под облако. Ну и последний такой, наверное, банальный вопрос, он, наверное, к закупщикам больше относится. Нам удастся сбить сцену в два раза. Здесь два варианта. Вы с партнером, наверное, договорились о том, что вы осознанно как-то уменьшили скоб своих работ, и это достаточно взвешенное решение двух сторон о снижении цены. Ну, либо второй вариант – вам удалось, так скажем, продавить подрядчика на серьезное снижение цены. В этом случае хочется посоветовать читать обновленное КП, мелкий текст, да и крупный текст, который написан в ограничениях. Почему-то раздел с ограничениями, даже написанный крупным текстом, не всегда читается. Это важно. Перейдем далее. Все-таки от таких ошибок такие небольшие рекомендации, я думаю, их сегодня говорили уже, может быть, даже не раз, но я еще их немножечко затрону, на что же обратить внимание сейчас при выборе платформы, да, системы. Наверное, стоит посмотреть на количество внедренных проектов, насколько платформа используется на рынке, зарекомендовала себя. Можно смотреть негативные, положительные отзывы. Это хороший, как бы если есть такая информация, это здорово. Конечно, лучше, чем чтобы было положительных. Второе, немаловажное, это живое комьюнити. Это чтобы было комьюнити, чтобы были ресурсы, потому что особенно для компаний, которые планируют серьезную автоматизацию с глубокой, может быть, даже кастомизацией. Сейчас вообще с ресурсами на рынке очень больно, очень тяжело, и даже те платформы, которые раньше, казалось, обладали нескончаемым запасом по ресурсам, даже сейчас там все очень тяжело, и поэтому если выбрать платформу, у которой отсутствует комьюнити, у которой есть живое общение, то здесь могут быть серьезные достаточно проблемы. Наличие партнерской сети и живых партнеров, это также немаловажно. То есть это немного снижает зависимость от вендора, это позволяет и дает вам хоть какой-то маневр для дальнейшего развития системы. Ну а дальше типовое, это удовлетворение требованиям безопасности. Это открытость, гибкость системы для расширения функциональности. На этот пункт я бы советовал обращать внимание не только компаниям, у которых серьезные процессы, они требуют индивидуального подхода, у них огромное количество персонала, но и небольшим компаниям, потому что сейчас достаточно, мы живем во времена такого, можно сказать, турбулентности, динамического изменения внешних факторов, и кто знает, как процессы потребуются подстраивать, и может быть их даже как-то серьезно модифицировать. Безусловно, масштабируемость, ну и сейчас немаловажно, это отечественный производитель. Вот, наверное, такие краткие тезисы, на что вот в первую очередь сейчас бы обратил внимание, потому что если система, вот прям первую еще скажу, открытая, есть люди, то успех на 30-50% уже есть. Коробка или кастом? Тоже об этом немножко скажу. Такую простенькую схему, наверное, выбора, почему же идти к коробке или к кастомизации. Коробка. Вы, как я и сказал, близко к облакам, вы готовы адаптировать свои процессы, вы готовы подстраиваться. Отличное решение. Берем коробку. Да, желательно, наверное, процесс выбора коробки провести взвешенно, не только опросникам. Я бы советовал помучить немножко подрядчиков, чтобы провели воркшопы, попробовали более подробно продемонстрировать все возможности по процессам коробки. Это, кстати, позволит и подрядчик выбрать, покажет его компетенции, насколько он с бизнесом и с вами общается на одном языке. Второй вариант. Вам нужно что-то очень быстро. И у вас сейчас нет описанных процессов. Или есть старые процессы, но вы стремитесь к чему-то новому. Вот в этом случае коробка тоже неплохой вариант. Она позволит все-таки вам запустить достаточно быстро базовый процесс коробочный. Да, будет, наверное, больно. Не будет максимум автоматизации, возможно, будет где-то неудобство. Но это позволит, первое, получить быстрый результат. Второе, вы более осознанно поймете плюсы-минусы коробки. И уже, на мой взгляд, в развитии системы вы не пойдете сразу переписывать всю систему. Все-таки более осознанно рассчитаете свой бюджет и более четко построите плайны по, возможно, точечной доработке. Да, возможно, какие-то функциональные блоки. Вы, может быть, глубоко в них погрузитесь, если получится так, что, ну, совсем тяжело идет, автоматизация низкая и требует серьезной переработки. Но, на мой взгляд, это вы уже изучите инструмент, вы более четко будете понимать его возможности. И желание прям переписать все его не будет. Следующее. Это, ну, вы логично к этому пришли, вы провели анализ, вы знаете систему, вы выбрали коробку. Ну, все, здесь понятно. Здесь понятно. Кастомизация. Если кастом, то здесь, во-первых, по системе точно. Это надо брать систему. Это не облако. Это надо брать систему с открытым кодом, с возможностью ее расширять. Ну, а здесь все, наверное, плюс-минус об одном. Это у вас сложные процессы, либо вы требуете индивидуальный подход либо к интерфейсу, либо к процессам, и вы не готовы никоим образом адаптироваться под систему. Вы считаете, что система должна адаптироваться под вас. То здесь лучше рассчитывать на то, что это будет кастомизированный проект, и платформу нужно выбирать соответствующим образом. Платформу выбрали, по граблям походили. Как запускать систему, как не допустить того, чтобы вас разорвало, проект в разные стороны понесло. Ну, здесь тоже, наверное, казалось бы банально, просто, да, там, о главном, но все-таки хочется сказать о том, что давайте использовать старый проверенный метод, есть слона по частям. был здесь у ряда спикеров прекрасная мысль, высказанная в комментариях писали о том, что оптимально запустить какой-то, может быть, один сложный процесс и вдогонку к нему, чтобы быстрый результат, какой-то типовой, несложный процесс. Как бы, наверное, сразу все автоматизировать, это очень тяжело, но как показывает практика, да, сейчас вынуждены многие этим заниматься, и здесь, мне кажется, я опять скажу, и всем нужно все сразу и быстро, поэтому здесь, наверное, вариант того, что идти по пути коробки. Вот, и действительно, спасибо, вот Роман комментарий пишет, коробка, к примеру, веб-софта становится все шире и глубже. Ну, что же, можно на веб-софт обратить внимание. Дальше. Лучший враг хорошего. Наверное, здесь хочется сказать о том, что надо помнить, в чем состоит цель вашего проекта и базовые критерии успешности. И это соотносится с третьим пунктом. Держите себя в руках или все в бэклог. Просто, когда наступает тестирование, это один из самых заманчивых этапов внести изменения в первоначальные требования и маленького слоника превратить в огромного слона, а это уже тестирование, а скоро нужно запускать. И если сталкиваются две творческие стороны, подрядчик и заказчик, то это может привести к катастрофическим последствиям. Можно забыть о главной цели, а заниматься просто постоянным улучшением или брать все больше, больше, больше задач в автоматизацию. Такие, к сожалению, примеры нередки. Фиксировать договоренности, причем это не только со стороны договоренности подрядчик-заказчик, но и внутри, там, у вас, как у заказчика, это не будет лишним. Это как раз позволит в целом удерживать проект от основного вектора, от базовых критериев его успешности, особенно если сроки горят. Ну и приоритизируйте изменения с учетом вышесказанного. Вот. Поменять цвета глобально на всем портале, когда через неделю запускать, или, не знаю, добавить какие-то колокольчики и бантики. Ну, я понимаю, что я утрирую, но все-таки, наверное, это не первого приоритета задача. Опять-таки, наверное, общие рекомендации, но почему-то их моментами как-то усиленно обходят, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Ну, про цели и задачи одинаково понимаются. Это все понятно. Нужно, безусловно, выровняться. Но, наверное, вот о следующем более важном хотелось бы сказать. Это о том, что руководители, проектная группа, они наделены определенной властью, правом голоса, что ли, так скажем, да, когда руководитель проекта, это не просто человек, которому в нагрузку свалился еще проект, а это человек, ну, я не знаю, это либо куратор, либо, я здесь понимаю, человека, который в состоянии принять решение, в том числе по реинжинирингу, возможно, процессов, либо запустить такой, внутри компании документ, который приведет к согласованию, да, к реинжинирингу процесса, потому что это немаловажно, да, особенно если мы движемся в проект, и у вас нету согласованных процессов, соответственно, автоматизация невозможна без нахождения каких-то компромиссов, либо это будет бесконечная автоматизация включения туда каких-то новых требований, и это закончится не очень хорошо, либо все-таки ваша команда, она обладает нужным правом, она может принимать какие-то изменения. Ну, и последнее, это, безусловно, подготовка сотрудников, готовящихся изменениям. Их нужно, особенно если это короткие сроки, если вы запускаете какой-то ограниченный функционал, нужно, безусловно, провести достаточную работу в части коммуникации с персоналом, подготовить их к сложной, может быть, работе, правильным образом преподнести эти изменения. Вот, ну, вот как-то так. Запустили систему. Что делать дальше? Да, здесь все просто, все зависит от вашей фантазии. Сейчас сфер дальнейшего развития проекта, особенно если вы удачно выбрали базис, который позволит вам расширять функциональность системы, то это личные кабинеты, это единое пространство, это HR-сервисы, это то же самое улучшение интерфейсов, которого не удалось сделать на первом этапе, но вы к нему подошли уже более взвешенно, вы посмотрели все клики, посмотрели путь пользователя и не стали сразу вкладывать безумное количество денег, а уже четко к каждому процессу подготовили требования, пошли наводить красоту. Это искусственный интеллект, это роботизация, это мобильность, да все что угодно. Все что угодно, вплоть до ваннофер инжиниринга процессов, если такое вам необходимо. У меня, наверное, в целом все. Хочу также таким вот общим лейтмотивом, наболевшим, высказать такую мысль одного умного, уважаемого человека. Пожалуйста, коллеги, давайте помнить, что цифровая трансформация еще и трансформацию процессов тоже подразумевает. В противном случае как-то может быть больно. У меня все, наверное, коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Не отключайтесь, давайте подождем вопросы от наших участников. Напишите, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Пока вы пишете, я, наверное, парочку еще своих задам. То, что пришло мне в голову в процессе вашего доклада. Первый, наверное, вопрос такой скорее про совсем новичков, новичков клиентов. С чего начать поход к вендору? Вообще вот первые встречи, с чем приходить? Здесь опять скажу следующее. Наверное, что на текущий момент у людей присутствует? Если у людей нет четкого понимания того, что же они требуют от своих процессов, то есть они понимают, что у них сложности есть сейчас с описанием, их немножко разрывает в стороны, они внутри не могут прийти к консенсусу, я бы здесь пошел бы к вендору с вопросом, ребята, покажите мне, пожалуйста, что коробка в части, вот не знаю, там процесса обучения, цели полагания, что коробка ваша может? Вот. Если вендор может провести с вендором несколько воркшопов, на которых немножечко покреативить вместе. Если вендор не может, отправить к партнеру, который может потратить время. Но я бы вот пошел бы, я бы в этом случае оттолкнулся бы, наверное, от типовых решений, которые предлагает вендор. Если же, несмотря на то, что это новичок, но у него серьезная методологическая база, то к вендору надо идти уже сразу высылать требования свои, желательно не в виде опросников, наверное, с описанием процессов все-таки. Если вы хотите получить четкую оценку и четкое представление о том, что вендор или партнер вас понял, и здесь уже просить, может быть, даже так же демонстрировать систему, чтобы вендор показал или партнер показал понимание ваших процессов, он вам уже провел хотя бы поверхностный анализ гэпов, которые есть между вашими процессами и то, что в системе есть, и к чему, и что придется модернизировать, расширять. Спасибо. Так, у нас, смотрите, еще пришел вопрос от Андрея. Андрей спрашивает, то есть надо искать вендора, который максимально приблизил коробку к некоторому средненному требованию рынка, то есть уже предлагает готовые, отработанные решения, которые могут подойти большинству? Если вы себя относите, Андрей, к большинству, то да. Наверное, так. И у меня такой комментарий, правильно я понимаю, что лучше, конечно, искать вендора, который все-таки, если что, готов с вами провести аудит ваших процессов. Да, я думаю, это было бы немаловажно, да, особенно, ну, если вы считаете, что процессы достаточно сложные, либо вендора, либо партнера, кто готов в это включиться и более подробно с вами пообщаться. Сергей, здорово. Мы с вами прям ровно уложили стайлинг. Спасибо вам большое. Я прям старался, да, чтобы банальностью людей не загрузить, но, правда, коллеги, мне почему-то кажется, хотелось еще раз напомнить, вот прям буквально после последних конкурсов, почему-то это часто как-то уходит. Можно спорить. Если что, пишите. Готов оппонировать, подискутировать. Всем буду рад. Да, спасибо еще раз большое. Не отключайтесь, возможно, кто-то еще задаст какие-то вопросы вам в чате. Будем рады, если вы сможете ответить. Спасибо, коллеги. Всех был рад видеть, слышать. Всем успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok